Он очень любит обниматься и каждую минуту использует. Он очень длинный. А вот так ножками даже забраться хотел бы. Ну, мама не сможет уже, ты подрос. Жаль, не смогу. Всего через несколько часов после рождения у Егора случился инсульт. Прямо в роддоме перепуганным родителям врачи сообщили, что их ребенок навсегда останется слепым и вряд ли сможет ходить и есть самостоятельно. Поражение центральной нервной системы в столь раннем возрасте практически с пеленок превращает малыша в инвалида. Однако сдаваться в семье Егора не привыкли. Мы настолько прониклись к его рождению, к душе, что мы решили, что никаких препятствий нет в том, чтобы его любить, растить, воспитывать. Но и до сих пор он у нас любимый член семьи. Мы делаем все, чтобы он рос счастливым. С самого рождения мама и папа Егора принялись за реабилитацию своего сына. Ежедневные массажи, тренировки и, конечно, вера семьи в возможность полноценного будущего принесли свои плоды. Егор, как и все малыши, сначала научился ползать, а потом начал и вставать на ножки. Но с возрастом из-за патологии развития мышц позвоночник мальчика перестал справляться с нагрузкой, поэтому сейчас Егору тяжело передвигаться самостоятельно. Ходунки стали настоящим спасением. В них мальчик передвигается по дому и, несмотря на то, что ничего не видит, тянется за книгами и любимыми музыкальными инструментами. Их малыш внимательно трогает и подолгу прислушивается к своим ощущениям. Мир музыки стал настоящим открытием для слепого Егора. Мальчик не только готов часами слушать напевы мамы, но и сам пробует играть на инструментах. Такая домашняя музыкотерапия стала отличным толчком для развития познавательной активности малыша и настоящей отдушиной. Из-за того, что у Егора диагностировали эпилепсию, мальчика отказываются принимать большинство развивающих и реабилитационных центров. Бороться с внезапными приступами приходится сильным курсом медикаментов. Невкусные таблетки Егор принимает с неохотой и с радостью заедает их сладостями. Он, как все дети, любит сладости. Если ему на стол положить конфетки, кукурузные палочки, какие-то кусочки фруктов, он их руками возьмет и скушает в первую очередь. В свои 12 лет Егор Лоскутов прошел большой путь. Он научился стоять и пробует ходить. Кушает самостоятельно и даже музицирует. Но самое главное, он не хочет останавливаться на достигнутом и каждый день готов удивлять своих родителей. Однако в последнее время из-за сильного искривления позвоночника мальчику тяжело дается любое движение. А помогать взрослому Егору передвигаться даже по квартире становится все сложнее. Поддержать двигательные навыки и, главное, обеспечить анатомически правильное положение спины и ног при движении сейчас может только специальное оборудование. Велотренажер – хорошая реабилитация, где можно усилия делать ногами и поддерживать осанку. В то же время сохраняется плечевой пояс и тут удерживают в правильной форме ноги. Ну и это не опасно, потому что на ремешочках. Современный велотренажер с настоящими педалями не только поможет Егору ежедневно тренировать мышцы ног и спины, но и станет отличным способом осуществлять активные прогулки. Сложно представить, но Егор – настоящий непоседа. Больше всего он не любит прогулки в коляске, поэтому при любой возможности мама старается помочь мальчику преодолеть двигательный барьер и поиграть вместе со всеми. Конечно, хочется, чтобы он как здоровый ребенок бегал, радовался, развивался, учился. Мечтаем об этом, но мы примем его таким, как он есть, потому что он очень добрый и любит жизнь так, как она ему дана. Для того, чтобы Егор смог и дальше продолжать активно бороться за своим недугом, его семье необходимо собрать 125 тысяч рублей. Именно столько стоит велотренажер. Для семьи, где работает только папа, такая сумма превращает рекомендацию врача в неосуществимую мечту. Однако подарить Егору его первый велосипед, способный поставить мальчика на ноги, можем мы с вами. Отправляя смс-сообщение со словом «Чудо» на номер 7878, вы жертвуете свои средства на помощь Егору и другим участникам проекта «Ты ему нужен». Стоимость одного смс – 50 рублей. Также поддержать героев программы можно, посетив сайт www.helpdefeastchildren.net. Всю подробную информацию о Егоре можно узнать, позвонив по единому справочному телефону 8 800 119 29. Звонок бесплатный для всех регионов России. Сегодня именно «Ты» нужен Егору Лоскутову. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова